Она делает это ради девочки. Я говорил с Габи, а она согласна. Я не уверена, что это то, чего я хочу. Мне страшно делать этот шаг. Это означает, что всё кончено. Я потеряю его. Я потеряю его... навсегда. Это слишком, Алекс, я не могу. Что ты будешь делать, Гучо? Защищать слона. Я не об игре, Гучо. Я о Сусаните. Как бы ты ни пытался этого избежать, нужно принять какое-то решение. Мне жалко Суси. Не знаю, что делать. Не хочется думать об этом сейчас. Я много времени провожу в больнице и прохожу через разные процедуры каждый день. Я хорошо себя чувствую. Кризисы миновали. И мне совсем не хочется забивать голову очередными проблемами. Лучше уж я полежу в больнице, чем мне опять придётся встретить Суси где-нибудь поблизости. Гучо. Ещё мне очень жалко мою сестру. Лечение стоит дорого. Ей приходится платить. Я поговорю с доктором Маселе. Хотя он сказал, что нужно сделать всё возможное для того, чтобы поставить тебя на ноги. Да, он предложил Марии Эмиле оплатить лечение позже. Но теперь, когда она рассталась с этим парнем, я не знаю, как мы сможем это сделать. Не волнуйся об этом. Я всё уложу. У Марии Эмиле и так куча проблем. Моя сестра причинила ей много боли. Я тебе рассказывал. Она связалась с тем стариком, и теперь его сын не хочет иметь с ней ничего общего. Я однажды встретила его. Он был со своей матерью. Когда я ходила в церковь на свадьбу. Они выкинули меня из дома. Эта женщина была похожа на монстра, мечущего огонь. Какие у неё были глаза. Ужас. Странно. Синьора Йоланда выглядела очень несчастной. Такой бедняжкой. Может, ты говоришь о другой женщине? Нет, у неё светлые вьющиеся волосы. Она очень симпатичная и изящная женщина. Это Артенсия. Там ещё был парень, такой важный. Синьора Стебен. Похоже, ты их хорошо знаешь. Лучше, чем ты можешь себе представить. Гораздо лучше. Шах и мат. Хватит. Всё, я не могу. Я устал. Мне трудно дышать. Я совсем выдохся. Я как выжатый лимон. Может, ещё по коктейлю? Как хочешь, любовь моя. Два коктейля, пожалуйста. Сейчас. Как вам, Майами? Мне здесь нравится. Моя подруга сказала, что вы могли бы быть нашим гидом. Если я вам понадоблюсь, только дайте мне знать, я отпрошусь с работы. Я часто подрабатываю гидом. Терпеть не могу водить машину. Спасибо. Вы знаете, я не люблю водить машину. Я мог бы помочь. Кстати, мне давно пора научиться водить. Ты ведь скоро купишь мне машину, правда, дорогой? Конечно, любовь моя. Всё, что захочешь. Вы не умеете водить? Тогда это ваш шанс. В Майами есть много мест, где можно поучиться. Машин там почти нет. Если сеньор не против, я мог бы поучить леди водить. Как мило. Чудесный напиток. Да уж. У меня от него кружится голова. Это ром, сеньор. Пойдём танцевать? Нет, нет, только не сейчас, дорогая. Я немного устал. Если желаете, я мог бы отвезти вас в другой ресторан. Да-да, пойдём. Куда угодно, дорогая. Я на всё согласен. Принеси шампанского. Продолжим вечеринку. Папа не вернётся? Папа уже не вернётся никогда? Он больше нас не любит, мамочка. Да? Он больше не любит меня, доченька. Но он любит тебя. Ты его маленькая принцесса. Нет, он меня не любит, если он бросил нас из-за другой женщины. Без него наш дом не будет прежним. Как мы будем отмечать Рождество, дни рождения? Он всегда был с нами. А теперь без него. А что, если я снова заболею? Раньше ты звонила ему. Он приезжал с работы, садился рядом со мной. А я ему говорила. Папочка, я знаю, ты спасёшь меня. И он всегда это делал. Помнишь, когда у меня была ветрянка? Он всегда спасал меня. И мне становилось лучше. А потом мы вместе шли смотреть телевизор. Мамочка, а если он заболеет? Ему станет плохо. Полагаю, с ним будет тот, кто сможет позаботиться о нём. Но не ты. Любовь моя, не говори так. А то я сейчас заплачу. Мамочка, я не хотела причинить тебе боль. Если ты хочешь развестись с папой, хорошо, я не против. Я сказала Алексу. Я больше не буду отговаривать тебя. Обещаю, со мной будет всё в порядке. Ты слушаешь меня? Да, Габи. Полежи рядом со мной. Обними меня. Так нам легче будет без папы. Быстрее, Луис Альберто, быстрее. Давайте выпьем. Здесь опасные повороты. Неважно. Дорогой, скажи ему, чтобы ехал быстрее. Давай, не тормози, Луис Альберто. Жми на газ. Ты такой милый. Но очень пьяный. Я? А это ещё ничего. Я могу выпить ещё столько же. Жизнь прекрасна. Давайте выпьем. Осторожно, осторожно, любимый. Тише, Франциско. Ты разбудишь всех в отеле? Нет, нет.